Так, чем мы сегодня занимаемся? Идея была остановиться на недельном разделе Бамидбар, который открывает книгу Бамидбар, которая по-русски называется, книга называется «Числа», ну а недельный раздел называется Бамидбар. И посмотреть, что про это пишет Ханан Парад. Я вначале хотел буквально пару слов сказать. Опять, до того, как мы перейдем к нашей основной статье в этом недельном разделе, вообще Ханан Парад пишет некоторое вводное замечание, мне кажется, очень интересное, вообще к книге Бамидбар. И он говорит, ну как бы большинство знает, но тем не менее, повторю, известно, что есть несколько названий на иврите, ну и по-русски тоже «Торы». Ну есть как бы «Тора» или от слова «учение». Есть «Пятикнижие», либо по-русски говорят «Пятикнижие Моисеева». Значит, откуда «Пятикнижие»? Ну «Пятикнижие» понятно, потому что есть пять книг, правильно? Вот на иврите пять книг, называется «Хумаш». Ну вот, а одна книга называется «Хумаш». «Хумаш» как бы одна пятая. Вот эта вот «Хумаш», эта книга называется «Бамидбар». То есть наш недельный раздел ее открывает. Что тут интересно? Интересно вот, что есть два основных значения, две основные большие темы, которые в этом «Хумаше», в этой книге «Пятикнижие». А именно, это пустыня, на иврите слово пустыня «Бамидбар». И второе, это тема исчислений. Либо, наверное, по-русски даже правильно сказать «Перепись» типа «Переписи населения». Вот. Значит, в скобках замечу, что по-русски как бы традиционно выбрано название, называется «Число». Мы тоже будем заниматься, на всяком случае, вот в этой статье разными аспектами, которые связаны с исчислениями. Но тем не менее, вот в начале Ханампарат останавливается и говорит про вообще книгу «Бамидбар». Почему книга называется «Памидбар»? Ну, как бы технически и не технически, правильно? Почему? Потому что вся книга «Бамидбар», она, ну и, соответственно, недельный раздел, с которым начинается книга, она начинается с первых послуг, первый стих, сказанного «Идабер Ашем эль Муше бамидбар Синай». И говорил Всевышний с Муше в Мидбар Синай. Мидбар Синай – это пустыня Синай. Я вам могу сказать сейчас, то, что мне пришло в голову, буквально, когда я еще раз перечитывал, мне кажется, это интересно, но Ханампарат про это не пишет, поэтому как бы так в скобки это выношу. Интересно, что «Мидбар» слово, оно, во всяком случае, так представляется, что оно откоренное, совсем в противоположном по смыслу пустыни, слово «разговаривать», потому что на иврите «разговаривать» – это «Ладабер», а сам разговор как речение называется «Дибур». И вот это, мне кажется, мы как бы не будем на этом останавливаться, потому что, наверное, это можно развить и все, но я просто как бы это закидываю к тому, что это можно как бы обсудить, вообще интересно, да, что действительно именно в пустыне, которая, по-русски пустыня, но это вообще ничего, да, то есть я никаких ассоциаций как бы языковых я не вижу, вот. А с одной стороны пустыня, как бы, ничего не должно происходить, это место, где с трудом выживают, а с другой стороны и дарование, как бы, и дарование Торы, и, как бы, и встреча со Всевышним, и все, это все происходит именно в этом, именно происходит в этом месте, которое называется «Дибур». Вот это как бы такая информация к размышлению, хорошо? Теперь дальше. Остановимся на том моменте, который подчеркивает, как бы, Ханан Парад. В чем он говорит? Он говорит вот о чем. Что на иврите, наверное, так же, как и в других языках. Натан, привет, приветствую. Привет, Абой. Мы только что начали, но неважно, были общие слова. А, да, я сказал одну вещь, вот, может быть, тебе будет интересно, я повторю. Мы вообще, как бы, занимаемся комментарием Ханан Парада, он про это не пишет, а я сейчас говорю про некоторые до его основной статьи, и у некоторых вступления вообще к хомоше книге «Домидбар», он не говорит. А я сказал такую штуку, вообще интересно, я не знаю, как-то я это где-то не встречал, но, может быть, стоит про это продумать. С одной стороны, Мидбар – это пустыня, в которой ничего не происходит, и это как бы шмама, да, то есть, совершенно пустое место, а с другой стороны, ивреки похоже, что это однокоренное слово со словом «Ладабер» «Дибур». И как бы по… это не… как бы это совпадает с основным мыслом, потому что именно в пустыне, как бы, происходил Дибур, Синайское откровение, встреча со Всевышним и так дальше. Ну, как именно Мидбар связан с Дибуром, почему это вот так вот, вот это стоит как бы подумать. Окей, но это я сказал, как бы, повторил еще раз, то, что я сказал до этого. Итак, возвращаемся. Основное понятие «Бамидбар» на иврите есть разные слова, которые синонимы, да, есть, например, шмама. Шмама – это то, что по-русски что-то типа полное безлюдие, да, опять же, для тех, кто как бы иврит или что-то, я думаю, что шмама – это однокоренное со словом на иврите, сейчас скажу на иврите, слово, которое говорит или выражение, которое обозначает, что ничего, в смысле пустое без содержания – это шум. Это как шум, оболочка, вот, как это, не оболочка от чеснока, ну, как это называется, когда чистят чеснок, от него эти самые… Шелуха. Шелуха, вот правильно, молодец, это я в жизни бы не вспомнил. Вот, так вот, на иврите, когда хотят сказать, что это как бы ничего, пустое место, то это говорят, что это вот шелуха от чеснока. А чеснок, кстати, называется шум, да, а вот есть понятие шмама, я думаю, что это связано, то есть там ничего не должно происходить, не происходить, и как бы единственное, что чем занят человек, находясь в пустыне или люди, это тем, чтобы там выжить, окей, а здесь получается, то есть не здесь, а у нас получается все наоборот, основное место действия – это пустыня. Вот теперь дальше концентрируясь именно на том, с чем был связан наша статья. Значит, в пустыне люди скитаются, в пустыне люди шатаются, в пустыне люди с трудом как бы ходят обезвоженные, не знаю как, чтобы как-то добраться до какого-то места, где кончается проклятая пустыня, да, проклятая – это я говорю, в скобках, да, для того, чтобы найти место для пропитания, воды и начать жить нормальной жизнью. И то, что является антонимом, полной противоположностью пустыне – это некоторый порядок. То есть в пустыне, как говорит Хранен Парад, там никакого порядка нету. Почему? Потому что там невозможно заниматься никаким упорядочным, там люди только выживают, опять же, беспорядочно ходя и выходя оттуда. А у нас вся идея в том, что в пустыне прежде всего Муше получает от Всевышнего приказания сделать порядок. Почему? Сделать мифкат. Мы будем повторять все время вокруг этих слов, поэтому я как бы скажу по-русски, но, может, потом буду говорить на иврите. Мифкат – это то, что сегодня на иврите говорят, мифкат ухлусин – это перепись населения, либо пересчет. Ну, в общем-то, перепись. И это совершенно как бы по прямому смыслу, прямо противоположно тому, что должно происходить в пустыне. Технически это можно объяснить так, что для того, чтобы значит, евреи, народ Израиля, Нейсаэль могли ходить по пустыне в течение 40 лет целое поколение, по-видимому должна быть какая-то организация. Вот этой организацией, по-видимому, эта общая идея была не только в этом, мы сейчас дальше посмотрим, была идея этого мифката, переписи. Но вот та точка, и на этом я закончу это небольшое вступление, та точка, на которую объясняет или подчеркивает Ханан Парад в соответствии с этой переписью из пустыни, заключается в том, что он говорит, что если мы посмотрим на то, как был устроен этот седр, этот порядок, что известно, были по коленам, у каждого колена как бы свой флагшток, свое как бы знамя там, да, каждый стан был разбит вот на 12 колен, все было организовано. Но что самое главное с его точки зрения, что вся вот эта организация, она происходила, миссавив вокруг некоторой внутренней точки. Внутренняя точка – это мешкан, это скини. И вот у него статья, которую мы сегодня не будем разбирать, вот она как раз называется «Накуда пневмит». «Накуда пневмит» – это означает внутренняя точка. То есть идея, которую он проносит, заключается в том, что вся идея вот этого седра, это порядка, это было как бы обустроивание, это счисление, это вот упорядоченное расположение вокруг внутренней точки. И как бы идея такая, что если нет внутренней точки, то никакой седр, никакая организация, она невозможна. И просто сейчас уже заканчивая, он подчеркивает и говорит, как он обычно это делает, переходя на наше время. У нас есть очень много организаций, организаций, в смысле организации порядка в жизни, но зачастую у нас, у нас имеется в виду, прежде всего он имеет в виду в Израиль, ну, по-видимому, можно это пролонгировать и на другие сообщества, и вообще на человечество. Но прежде всего про Израиль – это недостаточность, отсутствие или желательность, чтобы она была вот этой внутренней точке, внутреннего смысла, без которого невозможна никакая организация. Окей? Все. Это вот как бы то предисловие, которое я хотел сказать. А сейчас мы переходим непосредственно к смыслу статьи, о котором, о котором как бы я хотел поговорить. Итак, статья его называется «Ми царих мифкат». «Ми царих мифкат». Кому нужна перепись? И мы сейчас посмотрим, что это перепись, либо исчисление – это вещь, которая проблематична. Почему проблематична? Давайте посмотрим. Начинает Ханапарат и говорит, книга Бамидвар, и так мы будем ее говорить, потому что русское слово «числа» она отражает только как бы один смысл. Итак, книга Бамидвар, она ее на языке мудрецов, и она называется «Хомыш Абхудин», а именно «пятикнижи» имеется в виду пятая часть, не знаю, как по-русски сказать «пятикнижи», по-видимому, это все пять книг, да, а на «Видите» можно сказать одним словом, что это как бы одна пятая, да, это книга исчислений. И дальше он продолжает, да, конечно, скитания евреев в Нейсраэль в пустыне, они открываются действительно недельным разделом, который называется Бамидбар, и основная идея, это исчисление того поколения, которое вышло из Египта, и заканчивается недельной главой Пенхас еще одним исчислением. Каким исчислением? исчислением того поколения, которое родилось в пустыне, и которое будет захватывать землю Эрцкнаан, который будет завоевывать землю Израиля, в которой живут канонистские народы. То есть понятно, что есть два исчисления, одно на входе, другое на выходе. да, и вот это, рамки этих счислений, они как бы открывают и закрывают вот этот виток скитаний, и поэтому как бы он называется пятикнижие, счисление. То, что по-русски нашло свое отражение в том, что называется числа. Но, подчеркиваю, Ханан Парад, но вообще как бы остается несколько недоуменный вопрос, или есть место для спросить, а какой вообще смысл, какое предназначение вот этого исчисления, и кому как бы, почему оно требуется, зачем это надо было? И он дальше как бы продолжает и говорить. Рамбан в своих, объясняя, подводя итог или резюме счислению, говорит, задавай вопрос. И он пишет, я не понял, какой смысл этой заповеди, заповедь имеется в виду заповеди исчислений, пересчета, и зачем Всевышний, ему надо было заповедовать в муше или указать ему выполнить эту заповедь, пересчитать. Говорит, да, действительно существовала, видимо, какая-то потребность для того, чтобы был для организации у каждого шевета, у каждого колена, например, у него были бы, каждого было свое отличие, как бы свое знамя с символом этого шевета. Это да, это можно было понять, как бы, для общего порядка, для понимания, где находится каждый шевет, каждое колено. Но зачем нужны числа? И он, как бы, задавай вопрос, он отвечает, говорит, «Не знаю, не понял». Зачем Всевышний приказал муше сосчитать на Исраиле? Кроме того, продолжая дальше, мы задаемся вопросом, что, продолжая то, что говорит Ромбан, можно, как бы, расширить и, ну, заострить этот вопрос, сказав, что речь идет даже не только в смысле, то есть зачем это надо было сделать, а более того, и он подчеркивает это как бы жирным, вот это здесь подчеркнуто, написано «Лэ Эцим о легитимеут». Речь идет вообще о легитимности, то есть законности этого действия, пересчета. Почему? Ну, это известная история. Сама Тора, она отрицает пересчет, как действие, в котором есть, как бы, смысл, значение и правильность, который заключен в нем самом. Более того, предупреждает. В книге «Шмот», в 30-й главе, в 12-м пасуке, сказано «И не будет среди них пагубы при исчислении их». И, как бы, отсюда по прямому смыслу просто, как бы, ну, видно, прямая связь. Пагубы не будет, когда исчисление. И пагуба будет, когда исчисление. Дальше продолжает и приводит еще один пример, как бы, отрицательного отношения к исчислению. Продолжает и говорит. Да, действительно, мы нашли в совершенно, как бы, ясном прямом прочтении те, по прямому прочтению, что царь Давид был наказан за исчисление народа, которое он сделал. И мы слышим это из уст его военачальника Юава, на которого Давид возложил обязанность пересчета. И то, что говорит Юав, он говорит совершенно нелицеприятно и совершенно откровенно в отношении самого смысла Мифкада. он ему говорит, в смысле Юав, царю Давиду, искал Юав, царю, да умножит Господь, Бог твой, народ, сколько его есть, и еще во сто раз столько, и глаза Господина моего царя, да увидят это. Для чего Господин мой царь этого желает? То есть, как будто он ему говорит, что даже, не говоря уже о том, что с точки зрения того, что качество гораздо больше, значит, чем количество, то есть, смысл качества гораздо больше, чем количество. Но даже с точки зрения количества, он ему говорит, что тот потенциал, который заложен в воинах, в твоих воинах, в твоем войске, он в десятки раз превосходит тот, ну, видите, называется целум мацав, то есть, тот, вот этот статический снимок, состояние, которое произойдет перепись. То есть, перепись ты пересчитаешь, получишь числа, но реальное положение вещей, оно другое. И поэтому ЮАФ выражает свои чувства как бы очень сильным словом на иврите, очень сильным по своему отрицательному оттенку. ЮАФ, про него сказано, что вот этот пересчет, он был противен в его глазах. сказано, потому что противно было ЮАФу слово царя. Параллельно скажу, что вот это слово противно написано слово нитав, нитав с айном. В иврите это очень сильное слово. Когда говорят про отвратительные дела, отвратительные, то, что по-русски называется, мерзкие, отвратительные, отвратительные, это тоэва, это тот же самый корень. Когда в Торе описывается отвратительные действия, или которые определяются как отвратительные, то они называются двартоэва. Поэтому, как бы совершенно недвусмысленно видно реакция ЮАФа. Дальше, технически, продолжает дальше Ханан Парат, в смысле, объясняет, что Раша как бы технически пытается это отбить и разрешить как бы этот махлокет, этот спор, да, или эту непонятность, когда он говорит, что Бетсон, по существу, эта перепись производилась, не считали по головам, раз, два, три, четыре, пять, а считали технически с помощью полшекеля, то есть, некоторые, некоторые монеты, скажем так, денежной величины, которые давал каждый. как сказано, поголовно, буквально, сосчитай, но каким образом, при посредстве шекелей, шекель называется БК, БК это, 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 это название денежной единицы, которая полшекеля, по полшекеля с человека, и это, так эта процедура описывается в книге Шмот, 38 главе, 26 стих. Но подчеркиваю дальше Ханан Парад, что уже Абарбанель, он как бы выражал удивление и говорил, что если речь идет о похожем, о похожем действии, которое происходило, например, во времена, когда строили Мишкан, и там тоже собирали по полшекеля, но там, там, это, выглядело не как, ну видите, есть такое выражение, сленки, я думаю, называется кунс, кунс это трюк, это не как, как бы, трюкачество, чтобы обойти, то есть мы не считаем по головам, потому что по головам считать нельзя, евреев, а как бы они отдают каждый по шекелю, там, по полшекелю, и таким образом, как бы, посредством того, что пересчитывают эти полшекеля, то есть как бы, ну понятно, каждый полшекель дал человек, в конце концов, получают число, ну реально, реально, но как бы, то есть реально получают число, но физически, как бы, по головам не считают, но при этом он говорит, что это выглядит как трюк, как трюк, как какое-то обхождение, да, такое техническое, этого запрета, или этого неправильного действия, которое, это раз сама как бы, осуждает, и сравнивает при этом, вот, когда похожее было представительство в Скинии, то там, как бы, это было по делу, почему? Потому что собирали на, в числе прочего, на Крашим, на Адоним, Адоним, это такие столбики-подставки, да, на которых устанавливалась мешкан, вот, и там, как бы, было понятно, что серебро просто могло идти на, на то, чтобы делали Адоним, как бы, это хотя бы было связано материал с материалом, а здесь это выглядит просто как чисто технический прием, да, окей, и дальше продолжает и говорит слова Рамбана, что, исходя из этого, как бы, смысла, Рамбан устанавливает, что нельзя пересчитывать народ, и даже посредством вот этого технического приема, когда сдают по пол шекеля, когда, а вот дальше начинается, как бы, вот сейчас у нас начинается, смотрите, как бы, клядите за мыслью, задавайте вопросы, если они есть или будут, сейчас начинается, вот, как бы, этот завиток такой, который пытается разрешить эту ситуацию, и так, он говорит, что нельзя пересчитывать, Рамбан говорит, что нельзя пересчитывать народ и даже с помощью половины шекеля, когда, когда в этом нет необходимости, как об этом говорит, цитирует, медраж книги Бемидбар, который называется Медраж Бемидбараба, и говорится, сказал Раби Лезер от имени Раби Йоси Бензимра, который сказал, каждый раз, когда евреев пересчитывали, или Бне Исраэль пересчитывали Лет-Сорах, что такое Лет-Сорах, когда в этом был, когда в этом был, когда в этом была нужда, написано Лохасру, Лохасру по прямому переводу, и как бы, их не хватало, но я думаю, в том смысле, что после этого не было наказания, а когда они пересчитывались не по надобности, тогда происходило после этого плохое, и дальше отвечает, как бы, после этой установки, спрашивает и отвечает, ну хорошо, а какое, когда можно сказать, что считались когда в этом была нужда, а нужда была во времена, в период Муше, во время вот этого пересчета, о котором у нас с вами идет речь, да, этого написано Бет Галим об Ихилу Карас, Дгалим, это, наверное, имеется в виду вот этот пересчет, когда тех, которые вышли из Египта, это был пересчет к Галимсу, каждый шевет, каждое колено получило свой дегель, свой флаг, Убахи Лука Аретс, это то, что мы говорили бы про Рашат Пенхас, которая, как бы, закрывает весь этот период блуждания по пустыне, у нас перед нами есть новое поколение, поколение завоевателей страны Израиля, да, вот эти два, они были, грубо говоря, по делу, а когда было не по делу, или Лолой Цорах, а это во времена Давида, это вот то, что мы прочитали про историю с, мы только что говорили про полководца Давида Юава, и получается, что, как бы, по этому Медражу, или этот Медраж, он устанавливает легитимацию пересчета или исчисления в зависимости от его предназначения. И тогда получается, что нам предстоит, или мы вынуждены и обязаны с еще большей, как бы, надобностью установить, прояснить, а почему Медраж утверждает, что во времена Моше исчисление в перепись было, говорю в кавычки, да, по делу. То есть, было Лолой Цорах, в этом был, в этом, в этом была надобность, и поэтому наказания не было. А с другой стороны, во времена Давида, почему там в этом надобности не было. А какой ответ? Продолжаем дальше эту штуку. Сейчас у нас будет, как бы, динамика развиваться и напрягаться. Естественно, как это всегда у Ханан Парата, очень быстро переходя к, как бы, аспектам современного Израиля, или вообще современной эпохи, еврейской. А вот ответ в нем есть написан, с восклицательным знаком, да, ответ в два слова. Почему? Потому что эта перепись была на иврите не вкат свои. Потому что эта перепись была перепись военная, то, в смысле, что пересчитывались воины. Что имеется в виду воины? Сейчас мы увидим это дальше. имеется в виду, что это те, перед которыми будет стоять реальная задача что-то осуществить. И для этого осуществления важно знать количество воинов. Это я такое резюме сказал. Давайте посмотрим, как бы, как это сказано в, что в этом говорят мудрецы. говорит Ханан Парад. А вот Ражбам он отвечает на этот вопрос, который мы задали о легитимности, когда лыцорах, а когда ло лыцорах, когда в этом есть нужда, и когда в этом не нужда. Отвечает достаточно просто и логично. говорит, потому что вот начиная с этого времени, имеется в виду, сейчас мы говорим про поколение, которое вышло из Египта, вошло в пустыню, и он говорит, потому что с этого момента все движение евреев, это движение в сторону земли Израиля. И говорит, что 20-летние, мы про это еще не говорили, но дальше мы скажем, что критерий пересчета это 20-летний возраст. Бнеис Рим. так вот все направление, начиная с этого момента как бы евреев, это направление в Эрес-Исраиль. И поэтому те из них, которые 20-летние и выше, они пригодны для того, чтобы быть в сражающейся армии. Почему? Потому что 20-го числа 2-го месяца поднялось облако, как сказано, и было во втором, да, это 10-я глава, 11-й стих. Мы говорим сейчас все время про книгу Бумидбар. И было во втором месяце, и было слегка во втором году, во втором месяце, в 20-й день месяца поднялось облако над скиней свидетельства Мишкан. И выступили сыны Израиля в переходы свои. И далее Катув, и далее написано, мы отправляемся в путь, это 29-й стих, тоже 10-й главы. мы отправляемся в путь к тому месту, о котором сказал Господь. И поэтому как бы совершенно очевидно, что перед нами сейчас есть, так можно сказать, военная перепись, то есть перепись тех, которые пригодны для воинской службы, которая предназначена, эта перепись, она предназначена для формирования армии навстречу предстоящего сражения, и поэтому пересчитываются в нём только те, которые пригодны для того, чтобы служить в армии, а не весь народ. То есть народ не женщины, не старики и не дети. А считаются, ну я не знаю, говоря современным языком, считаются призывники. Окей? То есть мы поняли смысл этого пересчёта. Идём дальше. Говорит Ханан Парад, и этот как бы этот аспект, эту точку зрения подчёркивает, освещает Рамбан, и он добавляет к ответу Ражбама принципиальный аспект. Какой? Вот это сейчас будет совершенно потрясающий кусок. Слушайте его внимательно, потому что всё дальнейшее будет основано именно на этом. И что пишет Рамбан? Рамбан пишет И Моше, и никак это не князья, а предводители колен на Сиим. Они должны были знать число тех, кто призывается в армию от каждого колена. То есть число призывников, говоря сегодняшним языком. А также дальше общее число и число сколько этих призывников, сколько тех, которые могут нести воинскую службу в каждом колене. А почему? А вот дальше написано жирно, и это практически ответ на все вопросы, которые мы задавали. Рамбан пишет Буфируш. Кеа Тора Ло Тисмо Халанес. Почему? Потому что Тора не основывается на чуде. Сейчас дальше будет объяснение, но какой в этом смысл? Смысл в том, что повеление Торы заповедь о том, чтобы сделать что-то, не предполагает отличного от нормального, скажем, природно-человеческого поведения. Поэтому, если сказано, это я сейчас говорю своими словами, если сказано, что мы двигаемся в сторону завоевания земли Израиля, идея заключается в том, что если ее надо завоевывать, то надо завоевывать, так ее завоевывают армии. То есть прежде всего узнать, сколько вообще говоря есть защитников. Поэтому не предполагается взять практическое внимание, например, то, что сказано дальше в книге Дворин, когда описывается о том положительном, что сделает Всевышний Еврей, если они будут соблюдать заповеди, и это находит свое выражение сказанным. Один из вас будет прогонять тысячу. Но конкретно в данном случае это не берется в расчет. Почему? Потому что мы видим это из слов Торы написано Коль Йо Цэй Цава пересчитать всех тех, кто, наверное, сказано Йо Цэй Цава. Йо Цэй Цава призывники. Вот мне кажется, то, что мне сейчас пришло в голову, это самый лучший перевод. Почему? Потому что общее число важно для армии, которая готовится к войне. И дальше как он развивает это, он говорит, и нам имеет смысл остановиться и как бы углубиться понять эти слова Рамбана. И говорит не только, даже более того, что нельзя полагаться на чудо с небес и нельзя в данном случае сказать то, что было сказано при рассечении Красного моря, а что было сказано? А муж и сказал, когда к нему возобили еврея, он им сказал, Господь будет сражаться за вас, а вы молчите, безмолвствуйте, бездействуйте, ничего не делайте. прочитаю на еврите, потому что как бы это очень известная фраза и звучит потрясно. Ашем илахем лахем ваатем тахаришун. Хереш это глухой, нет, не глухой, а немой, наверное. Да, немой, правильно. Так во времена расчищения Красного моря было сказано так, а здесь совсем другая. сейчас Всевышний требует от Израиля, требует от евреев, изначально, то есть не так, как это будет происходить потом. Это я сейчас забегаю вперед и говорю, когда, например, стены Иерихо рухнули. Да? Но евреи про это не знают. Есть такое понятие лэхатхила и бодиават. Лэхатхила это бодиават, я точно знаю, как это говорится по-русски, это что-то типа опасля. Да? Вот. То есть по происшествию чего-то. А лэхатхила это, не знаю, не могу сейчас найти одного слова, это как надо себя вести изначально. Скобку, чтобы подчеркнуть, теперь есть известно, что по галахе, который устанавливает все, в том числе например, не знаю, время читания Шма-Исраэль. И на каждый день сказано до какого часа правильно читать. Это называют лэхатхил. То есть по правильному в преддверии этого человек должен знать. Ну а читать там я не знаю до, предположим, 8.50. Сейчас просто говорю. Но бодиават, то есть если это время уже прошло, бессмыслно говорить, когда надо было, оно же прошло, он не смог. Он может читать потом. Но хатхила надо это делать до такого времени. Так вот здесь тоже интересно, что Господь требует от Израиля изначально участвовать в заповеди захвата земли, кибушаарас называется, и ее освоение заселения. И не готов он, в смысле Всевышний, дать это им, в смысле дать захват и заселение. Наверите, есть такое выражение Магаш Шинкеса. Это такое образное выражение на деревянном блюде. И сейчас кому-то кто-то знает и придет в голову, скажите, не приходит мне сейчас в голову, как по-русски сказать, а, золотой каемочек. И вот, пожалуйста, да, вот это сто процентов важно. Да, как там, блюдечко, золотой каемочек. А люди называются Магаш Шинкеса. Серебряное блюдо. Не готов давать. А требуют от евреев, чтобы они к этому относились серьезно, как будто они сами должны это делать. И поэтому Всевышний распоряжается и говорит им, что вы должны захватить землю Израиля. Бедер хотево. А именно естественным путем, а не путем чуда. Подчеркивая необходимость как бы понимания того числа воинов, которые могут это осуществлять для того, чтобы армия была большая и сильная и с особым подчеркиванием значения ну как а монолитности или консолидации воинских соединений, которые разбиты по коленам и для того, чтобы для того, чтобы как это типов будет а с особым вниманием и уходом за тем, что называется наверху есть такое понятие оно из армии да но тем не менее это выражение которое ну как бы слышно не только в армии называется гавата ехида а именно как бы гордость за свое воинское подразделение так тоже в скобках для общего да известно, что в Ираиле есть исторически сложившиеся скажем войские соединения которые называются одно называется в Голлане которое называется гибати да так вот ехида так вот гавата ехида это гордость за свое когда там спрашивают человека который служит или призвался либо в Голлане либо в Гевате он говорит я Гевате говорит как бы с гордостью поэтому такая же идея была почему которая выражена в том как сказано каждый будет у своего ста на смысле у своего колена и каждый будет под своим знаменем это как бы ну вот перебрасывается такой мостик на то то что говорит ну правда пишет в кавычках да потому что как бы окей гавата ехида одни гибати другие голлане одни были шевет один а другие были шевет другой и каждый этим горзился каждый стоял под своим как бы полковым знаменем скажем так окей идем дальше ну пишет да действительно можно как бы представить себе понятие и сказать что да действительно бывает ситуация когда нация или народ вынужден побеждать в ситуации которую можно определить когда не многочисленные побеждают многочисленные и как бы и даже в этой ситуации важно чтобы как бы мораль была высока и чтобы не дрогнули сердца и это мы видим например в словах Юнатана сына Шауля который вышел сражаться с Афилистим Ленина и знает что по количеству еврейских войн меньше чем Филистим тем не менее он говорит ибо для Господа нет препон чтобы спасти через многих или немногих но вот такая как бы высокая мотивация да и моральная преданность и как бы дерзость и мужество тем не менее еще раз не должны не может происходить или не может приниматься в расчет изначально как изначально правильно как изначально правильная статусная ситуация базисная ситуация а только в случае когда критического положения почему потому что приводит пример как сказано в пересчете Коль Йоцей Цаваба Исраиль все те кто призывники в Израиле должны пересчетнуться и поэтому я думаю что он пишет здесь в Канан Парад за достаточно долей цинизма ну если так можно сказать цинизм или как бы намекая на ситуацию которая была когда он писал эти строки я думаю это было там лет 5-10 назад и точно так же это происходит сейчас и пишет и не полагаться на чудо и не полагаться дословно пишет на братьев на дорогих братьев которые для нас делают эту работу понятно что здесь звучит как бы его обращение в сторону той части населения Израиля призывного скажем так который отказывается служить в армии и приводит пример что при захвате земли очень известно что Мошегат и половина колена Минаше когда они были в Зай-Иордане то есть с восточного с восточного берегу реки Иордан они увидели отличное пастбище в их коленах было много стада стадов не говорят значит стада да вот и они сказали Муше вообще-то здесь как им остаться нам как бы здесь вообще говоря классно на что им Муше да с удивлением и изумлением им сказал мы видим выражение на лице Муше и сказал Муше сынам Гада и сынам Рувена братья ваши пойдут на войну а вы сидеть будете здесь что за дела вообще ну и как бы не закрывая эту историю да неизвестно чем это кончилось Гад Рувен Гад и половина колена Минаше они как бы образурились не поняли что они как бы не по делу выступали поэтому они сказали мы пойдем не знаю спецназом перед всеми перед всем основным войском а дети наши и и жены наши с нашими стадами останутся здесь когда завоюем и разделим землю мы вернемся и это было честно но само как бы обращение Муше к ним оно как бы потрясающее правильно сказал еще раз повторю и сказал Муше сынам Гада и сынам Рувена братья ваши пойдут на войну а вы сидеть будете здесь да жалко что вообще в Кнессете Израиля никто как бы и парламентарии когда спорят о законе о призыве и сейчас как бы я это несколько раз повторю в том числе и сейчас дойдя до этого момента что вообще вот эта вот статья то есть по идее это недельный раздел его читали прошлую субботу ну вот и как раз когда я его читал была вся эта буча это у нас сейчас такой небольшой кружок в израильскую действительность вот связанную с Либерманом с падением как бы правительства вот которое было очень кратковременное самое кратковременное за всю историю как бы Израиля вот и да основная как бы там основная недоговоренность была между Либерманом да который настаивал настаивает да на принудительном призывании тех кто не служит в армии Харидин скажем другой вопрос не будем сейчас касаться о том что насколько правильный вообще разумный это принудительный ответ неразумный скорее всего что это просто политическая игра это на самом деле это это ему не важно ему важно было заплатиться но как сам принцип да вот эта ситуация она подняла или расковыряла из так можно сказать эту незаживающую рану в израильском обществе о том что в глазах нерелигиозного населения ну скажем религиозного те которые вязаные кипы служат но это как бы меньше в основном в глазах нерелигиозного населения то что часть нерелигиозного населения а именно как это по-русски называется ультра-ортодоксов вот Харидин не служит в своем большинстве хотя это тоже меняется в своем большинстве не служит в армию и ставит это как принцип более ставит это просто как принцип да вот это действительно такой надлом и разрыв в народе. И вот наша статья, наша статья, она как раз это обсуждает. Сто процентов. И мы дальше как бы еще пару раз, я про это скажу, потому что это ложится просто один к одному. И вот эти вот слова, которые сказал Моше, сын Амгада и Рувена, они просто, я не знаю, жалко, что их не говорят в Кнессе. Братья ваши пойдут на войну, а вы сидеть будете? Почему, если это было актуально тогда, почему это не актуально сейчас? Идем дальше. Поэтому он говорит, что мы из этого видим, что вот это вот военное пересчет, вот эта военная перепись или перепись тех, кто призывников, получается, что это чисто функциональная вещь, которая связана с необходимостью приближающихся сражений и захвата земли. И поэтому все его предназначения это не как бы бахвальство, так можно сказать, да, и бахвальство, и как бы дополнительная там, я не знаю, гордость или что-то, получив как бы большие числа, сказав, что вот у нас там столько народа есть, у нас такая, у нас столько людей и так дальше, у меня столько подданных. А речь идет о чисто функциональной вещи. Поэтому приводит пример. Когда это, и сейчас он скажет про Давида Мелухи, про царя Давида, когда по видеому царя Давида это больше было направление в том, чтобы подчеркнуть свое величие, получив большое количество своих подданных, то это отрицательно. И за это наказывается. А когда это функционально и по делу, то нет. Поэтому, как бы, как пример он приводит, это точно так же, как царю запрещено увеличивать количество лошадей, которые, можно сказать, что тогда это было в армии, как бы, я не знаю, как сейчас, например, я не знаю, типа танки или артиллерия. Ну, не артиллерия, танки подполосны. Вот. Ему, царю, запрещено, чтобы у него было количество. Больше необходимо ему для чего? Например, для ведения военных действий. Это сказано напрямую в книге, как бы, дворей. Одна из вещей, которые неправильно делают царю, запрещено делать царю. Точно так же, как неправильно делать огромную армию, только для того, чтобы, как бы, это придает дополнительный вес царю и украшает, как бы, его власть. А количество должно быть такое, чтобы оно соответствовало тем военным задачам, которые стоят. И в этом, говорит Ханан Парад, в этом был грех Давида, который приказал пересчитать народ, не по, не исходя из необходимые задачи. И в этом своем поступке он уклонился от правильного поведения, правильного поведения скромности, про которую он сам говорит, как бы, понимает про это и говорит, что это является его путеводной звездой. Интересно, что по-русски, вот то, что сейчас я сказал, мне пришло в голову путеводная звезда, по-видимому, это перевод того, близкий, да, то, что, видите, называется нер лерагла, а именно свеча у его ног. По-русски это говорится путеводная звезда, вот, а на видите, это говорится свеча у его ног. Как сказано в книге ты, или мусалму, не было надменно сердце мое и не возносились глаза мои. Окей? Вот это вот, на этом кончается, заканчивается часть, которая имеет отношение непосредственно к недельному разделу. А дальше, буквально в нескольких словах, я хотел сказать, он заканчивает Ханан Парадову статью, тем, что описывает конкретную ситуацию из жизни современного Израиля, которым он был свидетель. И вот, как бы, о чем ситуация. Подобные, как бы, по смыслу слова сказал, он пишет, мой учитель и мой, как бы, раввин, равцви Иуда Кук, это сын Авраама Кука, да, в той замечательном, как бы, выступлении беседы, которая, или в речи, которую он произнес в Мерказа-Рав, Мерказа-Рав, те, кто не знает, это дословно центр раввина, но Мерказа-Рав имеется в виду, что это основная или главная в Мерказа-Рав центр изучения Торы, в которой изучается наследие Рава Кука, называется Мерказа-Рав. Так вот, его сын Свиуда Кук произнес в Туречию, сейчас мы скажем, сейчас, как бы, в нескольких словах, о чем был разговор, было сказано накануне войны за независимость, это ошибся, это было сказано накануне Дня Независимости, перед, накануне в Штезневной войне. И в этой, в этой, как бы, речи, в этой беседе, да, она вся была посвящена отношениями, с точки зрения Торы, между государством Израиль и армией, израильская армия называется ЦАЛЬ, по аббревиатуре заглавных букв, кто не знает, ЦАДИК ЭЙ ЛАМЭ, СВА, Аганал Исраиль, армия защиты играет. И вот, что он сказал, вот, что сказал Раф ЦВИИУДА, в преддверии Дня Независимости обратился ко мне один уважаемый человек и спросил меня, почему ты не запретишь, почему РАБАНУД, то есть РАВИНАД, главный, скажем, ну или скажем так, да, главный государственный религиозный орган страны, который тоже его основал, его отец РАВКУД. РАВКУД. Вопрос был такой, почему РАВИНАД, главный РАВИНАД Израиля, не запрещает участвовать, смотреть, лицезреть, участвовать в военных парадах ЦАЛЯ, исходя из того, когда человек смотрит на такие парады, это схоже с тем, что сказано, сказано в смысле, в отрицательном смысле, и скажешь ты в сердце своем, сила моя и мощь руки моей составили все это богатство. То есть, это известное выражение, по-моему, в книге Дворин, когда описывается ситуация, что как бы евреи, они возгордятся и забудут Всевышнего, забудут Бога и будут исходить из того, что все победы или вся та сила, которая есть, это прямое следствие наших возможностей. как сказано еще раз, скажешь ты в сердце слоем, сила моя и мощь руки моей сосали все это богатство. Никакой связи с Всевышним, это не от него. Это все мы сами достигли. И на это отвечает Раф-Свейуда Кук. Он говорит, нет, наоборот, нету ничего неправильного, неправильного с точки зрения религиозного слово называется посуль. Нет ничего неправильного, ничего запрещенного. В наблюдении или на то, чтобы смотреть, участвовать, участвовать не в том, что ты идешь как салат, ты смотришь на это в таком, в таком марше, то есть в военном, в слегка военном параде. Почему? Потому что если те, кто на это смотрят, они в своем сознании понимают, что эта мощь и эта сила происходят от Всевышнего, который дал нам силу сделать всю эту мощь, создать всю эту мощь. И это не по принципу сила моя и мощь руки. В смысле только моя. В отрицательном смысле. А это наоборот. Это исполнение заповеди Торы. Мы из этого учим, то есть это является воплощением того, что мы исполняем то, что нам заповедано сделать 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 эту мощь. Сделать эту мощь и именно этой силой захватывать землю Израиля. Ну и дальше говорит, да, понятно, что не все относятся к этому, в смысле, к мощи Израиля и к победам Израиля и так дальше, исходя из этой точки зрения. Но, тем не менее, это не отрицает тот смысл, который мы в этом видим. И что заповедь в конце концов тот, кто выполняет эту заповедь, которая лежит на нас и все эти захваты и все эти вооружения и вся эта армия и так дальше, это все помогает восстанавливать царство Израиля и во всем в этом есть святой смысл. И дальше он добавляет опять это очень было актуально во времена сколько времени прошло, да, шестидневная война, шестьдесят седьмой год. Больше чем сорок лет. Это было актуально тогда, но точно так же, точно так же это актуально до сегодняшнего дня, а именно что? Он пишет, то есть говорит Цвиуда, говорит, на стенах определенных районов квартала в Иерусалиме, какой он имеет кварталы? Кварталы, это кварталы ультра атродоксов, это харидим, точно так ниже висят, называется пашквили, это вешают такие дадзибао на стенах, вот, ну, типа, как прокламации, для того, чтобы все проходящие как бы это читали. Так вот, он пишет про свое время, а я говорю, что это справедливо точно так же и сейчас. вывешиваются как бы прокламации эти, в которых, как он пишет, Деврейна Вилла, то есть, не знаю, грязные, отвратительные слова, которые обвиняют в атеистов, сионистов, которые хотят превратить нас, и, по-видимому, дальше это идет цитата из того, что написано было в этих прокламациях, но в этом как бы есть идеологический смысл, который хотят превратить нас в, сказано что, амлохэм, сражающийся народ. То есть, получается как бы такая дихотомия. С одной стороны, есть народ Торы, а с другой стороны, есть народ сражающийся, воины. И когда говорят амлохэм, то понятно, что в этом есть как бы отрицательная коннотация из того, что мы говорили, сила моя и мощь руки моей составили все это богатство. И продолжает дальше Цвиудах Кук. А я спрашиваю, а что в Торе нету заповеди вести заповеданную войну, заповеданную войну, она называется Милхэмед Митсва. Милхэмед Митсва это та война, которую необходимо делать и о которой напрямую сказано в Торе. Например, Кебуш Эр-Ас-Исраэль. Это Милхэмед Митсва. Продолжая дальше, говорит, и что это не из Усрам-Бана, которого называют духовным отцом всего Израиля. Мы не слышали про заповедь завоевания земли и говорит, да, слава Богу, в нашем поколении мы удостоились исполнить слова Всевышнего, создавая, создав или создавая сильную армию и мы счастливы, что мы этого удостоились. Дальше, заканчивая эконом-парат и говорит, что эти слова, которые были сказаны в преддверии шестидневной войны, вне сомнения, были сказаны под вдохновением и под вдохновением вдохновением, да, то есть с высоты с высоты, то есть в нем говорил, как бы, в нем говорил пророческий дух еще до того, как начались военные действия на следующий день и началась шестидневная война и еще не были известны те ошеломляющие результаты, которые достигла, как бы, достигла Израиль в течение шести дней военные. И он пишет, как бы, из моральных, из моральной основы этих слов мы вышли, а сам Ханан Парад, он сражался, сражался в общественной войне, он был десантником. То есть исходя из моральной основы этих слов мы вышли или вступили в чрезидневную войну, так, как выступают в войну заповеданную Милхамед Митсва, спасая Израиль от противника, от врага. Из этих силы или тот дух, который был в этих словах, они дали моральную основу или моральную силу армия захватить или освободить огромные территории, иудеи, Самарии, освободить Иерусалим, соединить его вместе. И заканчивает Раф Эйс Лиха, Ханан Парад и говорит, и в наших ушах или мы вслушиваемся совершенно пораженными, пораженно слушаемся слова царя Давида, который говорит, благословен Господь, скала моя, обучающий битве руки мои, пальцы моей войны. То есть как бы мы просто напрямую как бы связь одного с другим. Ну вот как бы это в принципе то, что я хотел сказать. Еще раз подчеркиваю, что мне так показалось это зачастую мы видим и так оно происходит, что есть связь между недельным разделом и актуальными событиями и каждый раз поражаешься, насколько одно совпадает с другим. И такое у меня было ощущение, когда я читал эту статью Ханан Парада к недельному разделу, насколько это просто соответствует той ситуации, в которой мы находимся и буквально этим политическим разборкам, которые опять же подняли вот этот вот этот застаревший вопрос связь между тем что правильно правильно полагаться на свою силу, правильно полагаться на чудо, как оно связано одно с другим и какое правильное понимание. Ну вот так наверное. окей, ну я как бы на этом закончил. Если у кого-то есть вопросы. Вопросов нет, я просто подумала, что вот ты начал сначала легитимирую, почему пересчет возможен, как они располагались и самое главное это центр вот в этом порядке. Собственно, все это двигается от этого центра. Собственно, если этот центр есть, то тогда легитимен пересчет, тогда легитимен все эти парад и гордость и тогда это будет благословен господь скала моя, да? Потому что интересно, что при всем вот этом пересчете и красивом построении, собственно, когда разведчики пришли и доложили, то все испугались, то есть как бы забыли о том, что на кого нужно полагаться. сто процентов, сто процентов, что это есть. Да-да-да, конечно, это одно связано с другим, это все непросто, понятно, но тем не менее то, что мы видели, это очень сильная вещь. Не знаю, тут как бы опять вот пересечение реалий, да, с одной стороны, а с другой стороны прямое следствие истории, то, что мы видели, да, то есть обязанность не полагаться на чудо и обязанность оценивать трезво свои силы, это сильная вещь, да. Более того, скажу, что в современном израильском обществе, вот сейчас, особенно в связи с этим вот этим кризисом политическим, в сфере возникает один и тот же вопрос. Не раз известный, Фин Хасполонский в его статье в Facebook, он пишет о том, что каким образом правильно в демократическом государстве производить ну как бы выборы еще голосов тех, кто избирает, с тем, чтобы понять, как сделать так, чтобы чтобы голоса избирающих власть справедливо отражали вклад тех, кто избирает в само общество. И когда с одной стороны значит голоса о том, что, например, те, кто не следует в армии, они не должны вообще голосовать. И какие-то там, не знаю, предложения о том, что голоса должны не быть, как сейчас, да, один человек это один голос, а голос должен быть как бы высчитываться пропорционально вкладу человека, в том числе его воинскую, воинскую службу. Ну вот здесь то, что мы читали, да, это просто потрясающе. то есть пересчитываются все те, кто служит в армии. Вот простой ответ. Коль йо цей цава. Это ответ дает Тора. Коль йо цей цава. Ну да, или разделить на колено от каждого коленца представителя. Да. Ну, во всяком случае, не знаю, по-моему, как бы, по-моему, очень такой прямолинейный и потрясающий ответ вот на весь этот бесконечный спор о том, что служить в армии либо не служить в армии и почему это представляется как прямая оппозиция, да, либо человек и Тора, либо человек как бы оружия, да, а мы видим, да, и то, что говорит сам Давид Амедов, то, что здесь меганесчетами военными, Тора сама приказывает не полагаться на чудо, ты обязан сделать армию? Ты обязан сражаться? А то, что, скажем, один будет прогонять пищу, окей, это как дополнительный бонус, скажем так. Окей. Натан, да, слово? Да, конечно. На самом деле очень сильно ломка, потому что мы привыкли, что силой пользоваться плохо, потому что мы не могли пользоваться, это раз, и как бы мы очень сильно впитали христианское окружение, вокруг которого мы жили, где, в общем-то, использование силы это само по себе не морально, даже если оно оправдано. Это вот как-то сказал бы Диэвид. И у нас сейчас как бы воскрешение из мертвых народ встал и сделал национальность государства. И поэтому как это, воскрешение из мертвых это тяжелый процесс. Сто процентов. Я сто процентов согласен. Я оставляю за кадром, да, это просто нечестное поведение людей, которые уклоняются. Мы про это не говорим, это пшито, это вещи понятные, очевидные. Мы говорим как бы про идеологическую основу. Идеологическая основа это сто процентов то, что ты говоришь. Сто процентов то, что ты говоришь, человек с книжкой, человек с торой, человек с филином, человек молящийся, человек в шатрах это наш парень. А человек с танком это гость кэм. Да. А это это не так. Это не то, что это не так, но слушай, ну это смотри, как бы. Мне просто говорят, ребят, вы должны, понимаешь, наш подход такой. Мы говорим не просто так, как ребят, надо как бы вместе заниматься общественной работой, понимаешь, если вы впередете. Вы тоже служите? Вопросы религиозные гораздо более сильнее сложны. Говорят, мы не просто должны разделить бремя, а это заповедь сделать это бремя. Вот как надо ставить вопрос. Тогда это гораздо интереснее становится. да, то есть это самое, еще в Мегелат истер, как бы, как евреев характеризуют, что они постоянно бунтуют. Это нация была, которая не могла на себе ни в коем случае терпеть ига, какого-то порабощения, даже если не не махтамарады. И поэтому что нам написали в кляузе, который отправили Ахашвирошу, что ты им только дай сейчас отстроить город и стену, они сразу же от тебя отсоединятся, они сразу взбунтуются. Проблема в том, что они писали в кляузе правду, в общем. Ну да. Поэтому он истер дал Хацим Алхут. Целого давать точно нельзя. Хацим Алхут без этого. А мы хотим целое, в этом проблема. Мы хотим целое. Ну хорошо. Шаббат шалом. Как живутся мы? С праздником. Все. Всем счастливо и пока. Пока-пока. Пока-пока.